Какие усилия были приложены к тому, чтобы войти вот в эти топ-3? Я думаю, что мы смело заняли топ-1 по количеству проверок. А как у вас вот эта система отработана? Я очень ревностно и трепетно отношусь к любым там каким-то недочетам. Их до сих пор, наверное, очень глубоко переживаю. Начинался день с того, что я приходил в цех, одевал там халат, шапочку, бахилы, ходил по производству. С чем вам вот приходилось сталкиваться на моментик? Они сначала нам немножко не платили, потом совсем... Множко. Вы делитесь с коллегами знаниями своими? Мне кажется, многие уже бегают от меня, потому что я как-то такой навязчивый чтец. У меня есть подборки, которые я всем отправляю. Кто-то особенно упирается, я им покупаю подписку на месяц книжек, чтобы они только читали. Почему приняли такое решение? Не нужно оправдываться, нужно просто идти и делать свою работу. Александр Александрович, вы устроились на работу в 2011 году и начали карьеру с отдела организационного развития, верно? Верно. А как вы попали в сферу пищевого производства? Чем вас это привлекло? Для начала пару слов о том, как я попал в компанию. Мне кажется, это очень интересная история. Мне хочется поделиться. В 2010 году я заканчивал свой первый университет, Тусур. И после того, как я закончил, решил раскидать резюме по порталам. На тот момент я работу не искал, потому что я учился в аспирантуре и еще учился в ТГУ параллельно. И мне позвольнили из ламы, ну и пригласили на собеседование. Тогда, да, собеседование было в отдел организационного развития на аналитик по бизнес-процессам. Прошел собеседование сначала в подборе, потом прошел собеседование у директора по персоналу Анжелики Владимировны Жираковской. Она приняла на работу, то есть согласовала. И на тот момент я учился в аспирантуре и в ТГУ и не мог работать 8 часов. Я прихожу к Анжелике Владимировне и говорю, Анжелика Владимировна, 8 часов я работать не могу полную ставку, потому что я учусь, но у меня есть брат-близнец, и мы с ним можем эту ставку распилить пополам. То есть я могу работать 4 часа, и он может работать 4 часа. Я подготовил целый список плюсов для компании, что, по сути, компания ничего не теряет. То есть полноценную ставку мы будем отрабатывать. То, что мы можем преподавать, потому что мы учились в аспирантуре. Ну и, собственно, она ходила, подумала и говорит, ладно, мне такой вариант устроят, берите ставку пополам, устраивайтесь по 4 часа. И вот так вот в 2011 году мы с братом оказались в компании. То есть мы оказались на должности аналитик по бизнес-процессам на полставке. И спустя некоторое время, может быть, 4 года, мы начали работать уже в пищевом производстве, реализовав там серию проектов в рамках отдела организационного развития. В 2015 году, если не ошибаюсь, это был именно он, определенные проблемы испытывал пищевой кабинет с точки зрения финансовых показателей. И нужно было поработать с точки зрения такой антикризисной работы. Ну и мы, так как в рамках отдела организационного развития занимались, ну, отчасти этой работой, мы начали с Владимиром работать в пищевом кабинете. Это был увлекательный путь, и до сих пор, ну, понятно, уже не в рамках кризиса, да, уже все нормально с точки зрения экономики. Ну, то есть этот путь в пищевом производстве захватил с 2015 года, и до сих пор я работаю в пищевом производстве. А чем вам нравится оттуда? Мне нравится тем, что каждый день на пищевом производстве он не похож на предыдущий. У нас нету, как таковой, одинаковой линейной работы. Потому что в рамках пищевого производства, во-первых, интересная работа сама по себе, потому что мы работаем с продуктами. Это такой, ну, уникальный вид бизнеса, потому что мы всегда ощущаем последствия своей работы в виде готового продукта, формируем вкусы людей. Так у нас еще настолько, ну, многополярная работа, что каждый день что-то новое. То есть увидели какую-нибудь единицу оборудования уникальную, там, внедрили. Придумали какой-нибудь новый продукт или увидели новый продукт, внедрили. А в 2016 году вы, получается, стали заместителем директора пищевого комбината «ЛАМА», да? Сначала я год работал в рамках руководителя собственного производства в магазинах. То есть того, что мы производили при магазинах, я работал год, по сути, в розничной сети. И год руководил теми объектами, в смысле, теми производствами, которые у нас в розничной сети существуют. А Владимир руководил на тот момент только пищевого комбината. То есть одно производство, которое есть в нашей компании, оно было определено на две части. То есть все, что касалось массового производства, допустим, хлеба, мясной гастрономии, ну, то есть колбасы, пельмени, я этим управлял Владимир, а я управлял тем, что мы производим в рамках собственного производства, в рамках сети. И спустя год, в 2016 году, я начал управлять собственным производством всем, то есть и пищевым комбинатом, и собственным производством, да? А Владимир начал управлять розничной сетью. Что для вас значило вот эта вот столь высокая такая должность и ответственная? Ведь вы один из тех, кто в ответе за качество. Я на самом деле очень с большой ответственностью подхожу к этой работе, особенно качество. То есть я искренне считаю, что каждый продукт должен быть высокого качества, тот, который мы производим, и не мирюсь с какими-то компромиссами. И вот этот подход у меня там с 2016 года, я очень так ревностно и трепетно отношусь к любым там каким-то недочетам. Их до сих пор, наверное, очень глубоко переживаю, хотя каждый раз говорю себе, ну, там, ну, типа, ну, сколько можно так сильно переживать из-за какого-то там нюанса. Ну, до сих пор не могу с собой ничего поделать. А с чем вам вот приходилось сталкиваться на моменте, когда вы только вступили в должность? Может быть, что-то было неожиданностью? Ну, полностью это была такая новая, новый вызов, новая работа. То есть меня не пугала сама именно работа специфики пищевого производства, потому что, ну, глобально моя позиция, ну, менеджерская. То есть должны быть, то есть я должен владеть технологиями именно управления. У меня, когда я начала работать на пекарне, просто начинался день с того, что я приходил в цех, одевал там халат, шапочку, бахилы, ходил по производству. Когда там делали, по-моему, печеньки, то есть я вижу, тестово что-то там замешивает в тестомесе и трогает тесто. И я подхожу, типа, что трогаешь там, что ты определяешь? Она говорит, вот там, растворился сахар, не растворился. Я там вместе с ней, говорю, да, я там, я тоже посмотрю. И все, и каждый этап пищевого производства я проходил, то есть это, ну, именно технологические процессы. Это вы контролировали или было интересно узнать? Нет, мне просто очень интересно было узнать, то есть разобраться с тем, что происходит, для того, чтобы более качественно этим делом отправлять. Я постоянно развиваюсь в плане менеджмента, прохожу большое количество курсов и плюс читаю большое количество литературы. Где-то три года назад поставил вызов читать по книжке в неделю. Три года подряд держу эту марку, то есть где-то, может, по 50 книжек в год читаю, но и в том числе по управлению. И вот именно оттуда я черпаю большинство информации. Как-то вы делитесь с коллегами знаниями своими? Делюсь своими знаниями с ними настолько, вот именно в плане книжек или технологий управления, что, мне кажется, многие уже бегают от меня, потому что я как-то такой навязчивый чтец. У меня есть подборки, которые я всем отправляю. Кто-то особенно упирается, я им покупаю подписку на месяц книжек, чтобы они только читали и отправляем подборку. Поэтому, да, я очень активно этим занимаюсь. Благодарный вам по-другому. По-разному. Я хочу сейчас вернуться к истории. Комбинат «Лама» получается основан в 1998 году. И вот сейчас, спустя 25 лет, сколько цехов и какие они? У нас два крупных производства. Первое – это пекарня. Пекарня состоит из хлебопекарного цеха и из кондирского цеха. Я думаю, что на текущий момент, ну, хотя таких вот официальных данных и официальной статистики нету, я думаю, что на текущий момент у нас самая крупная пекарня города, города Томска. И в том числе мы производим хлеб и отправляем его в Кемеровскую область и в Новосибирскую область. И мясное производство у нас состоит из четырех цехов. Первый цех – это колбасный. Второй цех – это цех замороженных полуфаприкатов. Это пелемени, пицца. Продукция мелкоштучная для допекания, ну, то есть хлебные изделия. Он, наверное, сейчас на текущий момент самый крупный по объему производства. Это цех по производству местных полуфаприкатов и цех по производству охлажденного мяса и гриля. Ну, охлажденное мясо – это то, что покупатели видят в подложках, в магазине, в абрикосах. Какие торговые марки относятся к вашему пищевому комбинату? То есть вот кроме «Лама», что искать людям? Ну, первое – это ПК «Лама», то есть пищевой комбинат «Лама» – первая торговая марка. Вторая торговая марка – это торты впечатления. Третье – это живое питание. 99-3 рецепта – это премиальные торты. Продукция собственного производства, она у вас брендов… Бренд у них там либо «Спар», либо там «Хороший выбор», да. Ну, или там просто такие обезличенные позиции, типа фасованной кулинарии. Там у нас просто ирлычок «Food to go» и все. Ну, базовые, наверное, там 3-4 торговые марки. А насколько вот сложен процесс этого производства продукции? Что стоит за вкусными пельменями и колбасами? Сначала все начинается с идеи. Кто-то приносит идею сделать продукт. Как правило, здесь работает служба маркетинга, которая говорит, мы хотим, допустим, там новый хлеб с оленом. Они формируют техническое задание, что они хотят, и отправляют его в технологическую службу. Дальше у технолога, в зависимости от того, есть сырье или нет для отработки конкретного продукта, начинается процесс отработки. Если сырья нету, то они формируют техническое задание службы снабжения. Снабжение привозит кучу-кучу образцов по сырью, и технолог начинает творить. То есть он начинает отрабатывать вот этот продукт по техническому заданию. И тут может быть бесконечное количество итераций. То есть технолог отработал дегустацию, и начинается процесс отработки продукта и его утверждения. Как только этот продукт отработан, возникает стандартный продукт, который мы дальше будем запускать. После этого начинаются бесконечные процессы сертификации, формирование этикетки, согласование с теми компаниями, которые нас будут покупать, либо наша компания, либо если мы отрабатываем другого контрагента. Бесконечное количество договорных отношений, и только спустя месяца три продукт появляется на полке магазина. А есть какие-то данные, сколько продукции вы производите? Конечно. Сколько? Ну, я думаю, что в среднем мы производим в двух городах, в Томске и Новосибирске, примерно 50 тонн готовой продукции в сутки. Ну, 50 тонн, для понимания, это если вот в наш именно объем продукции перевести, я думаю, что это примерно 4-5 фур, ну, не по весу, а именно по объему. 4-5 фур готовой продукции мы ежедневно производим и продаем. Если таких более частным цифрам, мы где-то 7 тысяч кружек кофе в день продаем в Томске и Новосибирске. Где-то, наверное, 7 тысяч бутербродов в сутки продаем, готовим, продаем. Может быть, тонн 15 хлеба и мелкоштучных изделий. У нас, получается, острова открылись в абрикосах на некоторых. И, ну, как правило, там просто салаты, вот горячие, что-то такое, закуски. И сейчас появились супы. То есть это недавняя идея какая-то? Или все-таки это из Новосибирска как-то вот пришло, там сначала открыли, потом в Томске? Вообще идея была такая, чтобы через это оборудование продавалась в утреннее время каша, чтобы человек, который заходит в магазин с самого утра, и он там не позавтракал, допустим, ему нужно, я не знаю, было сдать анализы в больнице. И он просто не успел физически покушать, чтобы он мог зайти и взять горячую кашу. То есть это я по метку делаю, кашу не в контейнерах, а прямо в самом узоре. Да, то есть в этой супнице, более грамотном армите, то есть в нем, в этом армите каша, и человек подходит, берет себе горячую кашу и довольный идет кушает. Это вот в утреннее время, потом в обеденное время супы, а в вечернее время это вторые блюда, ну, типа плова, либо там, не знаю, овощного рагу. А в каких магазинах можно найти продукцию собственного производства? Во всех. А в дискаунтерах есть? Есть, но там продукция не производится на месте, она поставляется туда централизованно. Там есть хлеб, да, фасован там хлеб, там немножко фасованных бутербродов, там немножко кондитерской продукции, да. Ну, вообще по смыслу дискаунтер, он все-таки немножко про другое, то есть там продукция собственного производства, это не сильно странно дискаунтера должна быть дискаунтер все-таки это про первую цену первая цена в кулинарии в готовой еде мне не нравится то есть потому что если позиционировать кулинарию как первую цену это всегда будет такой низ по качеству потому что из плохих продуктов не сделать хорошие продукты есть более точно русское выражение так у нас формат интервью скажу так помягче соответственно нельзя всегда работать продуктов рамках первой цены потому что это не всегда вкусно все-таки кулинария или там собственное производство я так его оцениваю это больше про вкус мы не стремимся попадать дискаунтер с продукции продавать там наши продукции потому что была одна забавная история когда один одна известная сеть дискаунтеров запросила у нас вареники и требование к цене было 26 рублей за килограмм вареников слегка шарашил данного данный запрос и не могу сказать что там слишком хотелось производить продукцию просто решили с коллегами попробовать произвести вареники за 26 рублей и когда обсуждали техническое знание попросил коллег чтобы вот у нас есть аппарат который производит вареники вот я попросил отрегулировать его так чтобы было самое самое минимальное количество картошки в этом вареники когда сделали практически можно было там на свет просмотреть вот и когда была дегустация эти продукты попробовали у меня сложилось такое внутреннее впечатление что конечно мы можем это сделать можем продать вареники за 26 рублей но внутренне заниматься этим не хочу то есть так как на этих варениках будет наша торговая марка и тот человек который попробует нашу продукцию да увидев эту торговую марку в этом дискаунтере эти съест эти вареники за 26 рублей ну я думаю что это только разочарование и поэтому я не стремлюсь идти с нашими продуктами дискаунтера потому что не хочется делать вот такого рода продукцию поэтому все-таки наша продукция на больше представлено формате абрикос формате спар футить вы не стали вареники делать вставки логотип абрикос плюс именно плюс добавочная да это как-то тоже к пищевому относится нет это по моему в 2011 году директор улса фикторович он был в ком-то европейском городе и увидел формат магазина вот как вот сейчас наши типовые коробки но меду магазины абрикос плюс и раньше абрикосы были просто домах и он увидел формат магазина где-то в европе с энергией улса фикторович он обмерил его весь этот магазин там с рулеткой вообще облазил его там понял весь конструктив этого объекта привез сюда чертежи и и девяту и первый объект был построен и иркутском 15 он назывался близкий близкий это был первый объект который построен он был по чертежам улса фикторовича и потом начали в 2011 году строить уже такие типовые решения и они отличались от того что было до этого в чем там отличие ну вообще в базового представления то есть если брать объекты но абрикосы которые были на тот момент в магазинах в смысле в домах да там такая топология зала было как получится то тут в абрикоса плюс топологии что за человек заходит тут сразу фрукты там колбасы охлажденное мясо там пекарня в одной части и там сухой товар другой части ну там условно паста и все остальное то есть он поделен на две части такая концепция была больше про фреш про готовую не только про готовую еду а именно про свежие товары и когда решали вопрос как назвать этот формат потому что отличался того что было до этого абрикосы приняли решение называть его абрикос плюс лама вошла по подсчету томского центра стандартизации и метрологии в топ-3 ответственных производителей которые предоставляли свои образцы продукции на исследование по качеству какие усилия были приложены к тому чтобы войти вот в эти топ-3 большие усилия дело в том что мы просто имеем большой спектр категорий которые мы производим и регулярно следим за качеством готовой продукции естественно мы сдаем данные образцы в лабораторию и получаем подтверждение качества своей готовой продукции то есть мы регулярно следим за данным процессом именно этим обусловлено попадание в спектр топ-3 на самом деле если бы посчитали еще количество наших внутренних проверок то есть у нас и службы качества которые ежедневно контролируют качество готовой продукции то есть у них есть четкий стандарт что они проверяют на каждом объекте есть графики посещений есть система отчетности система мотивации и если не ошибаюсь прошлом году порядка тысячи проверок было проведено только вот наши внутренние службы качества то есть если добавить наши внутренние проверки и проверки внешние то я думаю что смело заняли топ-1 по количеству проверок Помимо физических посещений, сдачи анализов в лаборатории внешне, у нас еще есть внутренние аудиты по видео, которые направлены на соблюдение всех стандартов по производству готовой продукции. На производстве камеры стоят, получается? Конечно. А какие объемы продаж у вас? Если брать собственное производство, то один из таких ярких показателей – это доля собственного производства от оборота магазина, ну, или от оборота розничной сети. На текущий момент у нас доля собственного производства, ну, производства нашего от оборота розничной сети где-то около 18,5%. То есть это значит то, что 18,5% от всего объема, что реализует наша сеть, мы производим сами. Моя цель, ну, цель нашей команды, чтобы доля нашей была 35% собственного производства, то есть того, что мы делаем самостоятельно, мы должны продавать в наших магазинах. 35% я считаю, что это такой очень крепкий отраслевой показатель. Но даже то, что у нас сейчас есть 18,5%, это на самом деле, ну, на России, если рассматривать, это такой очень хороший показатель. То есть большинство сетей обладает, ну, меньшей долей. А как сделать, чтобы вот эта доля повысилась? Эта цель, она у нас расписана по этапам. Она должна просто выполнять… Стратегии. Выполнять стратегию, да, выполнять эти этапы и все. На сколько у вас это лет, стратегия? На 5 лет вперед. То есть у вас планы есть на 5 лет вперед в компании или больше? Есть видение, да, то есть есть видение, да, как это сделать. Такие крупные вешки, крупные мазки, да, как это сделать. Конкретно планы есть на этот год, то есть что конкретно мы будем делать. Но это, разумеется, в рамках 5-летнего видения. А сейчас вот как-то время внесло уже свои новые коррективы, и мы стали питаться более здоровой пищей, завести здоровый образ жизни. Как-то это влияет на продажу тех же пельменей и колбасы? Конечно, конечно, конечно. На самом деле каждый продукт, как и человек или любая бизнес-идея, имеет свой жизненный цикл. Нет такого продукта, который бы… Ну, наверное, нет, наверное, конечно, есть, да, какой-нибудь хлеб 500 грамм, который потребляется уже десятилетиями. Но это, скорее всего, исключение с правил. То есть постоянно среди продуктов возникают новые витки того, что популярно. Раньше была популярна колбаса и пельмени. Сейчас они в натуральном выражении, то есть потребители все меньше и меньше к ним обращаются. Но зато есть другие витки потребления. То есть, допустим, сейчас там на пике могут быть какие-нибудь анигири, это рисовые треугольнички. Кто их пробовал, тот понимает, о чем я говорю. Я не думаю, что там 20 лет назад в магазинах Томска эти анигири пользуются популярностью. Просто тогда не было такой культуры потребления. А сейчас это одни из лидеров продаж. Поэтому это нормально в сфере пищевой промышленности. Поэтому нужно иметь возможность быстро адаптироваться, подстраиваться под вкусы потребителей, а еще лучше самим их формировать. А как вы перестроились? Наш ответ на тенденции – это живое питание. То есть это где у нас, наверное, одна из уникальных ассортиментных матриц, то есть уникальных предложений, где человек может купить продукцию здорового питания, живого питания. То есть это то, что делает без сахара, без глютена, без лактозы. А какой назовете продукт пищевого производства вашего, наиболее популярным сейчас? Наверное, кофе. Как бы это смешно ни звучало, да. Ну, то есть в объеме потребления у нас сейчас… Это так сложилось, так сложилось. Понятно, что, наверное, если покопаться, можно другие позиции. Но первое, что в голову пришло, то есть мы продаем. И я не побоюсь с этого слова, мы сформировали культуру потребления кофе через магазины. Именно мы это сделали. Сейчас около 7 тысяч кружек напитков в день мы продаем ежедневно. То есть достаточно большой объем потребления. Помню, это был год, наверное, тоже 2017. На тот момент только ярче продавал кофе в магазинах. И мы начали делать первые абрикосы, перформатировать их. И стал вопрос, какой именно кофе сделать. И тогда была идея тоже делать кофе под ярчиванием. Он стоил 19 рублей. Очень дешево, но пить вообще невозможно было. И на тот момент мы осознанно пошли, что мы сделаем. Мы выбрали хороший итальянский кофе, отработали рецептуры и поставили там чуть подороже его. Ну и через качество сделали такую приверженность к нашему кофе. Культуру употребления формируете. Да, я на самом деле радуюсь, когда сажусь в такси и вижу у таксиста наш стаканчик с кофе. Либо еду где-нибудь по городу, вижу там человек с нашей кружкой кофе, и он пьет его. А еще больше радуюсь. Вот я сейчас живу в Северном парке. Когда в Северном парке, я знаю, что нет нашего магазина, и там где-то вижу этих людей с нашими стаканчиками. Я вообще не понимаю, как они там оказались. Но это, конечно, радует. Но они еще сразу узнаваемые стаканчики. Да, конечно. Какие тенденции на рынке пищевой продукции задают сейчас тон для производителей? Скорее всего, это здоровое питание. Это первое. То есть сейчас большинство людей следят за фигурой, за тем, что они кушают. Они досконально читают этикетки, написан ли там сахар, либо написан ли там какой-нибудь глютен, или в руженном хлебе есть ли пшеничная мука. То есть вот это первое направление. Второе – это цена. Потому что растет курс на доллар, евро. Растут компоненты сырьевые. И, конечно, нам приходится производителям подстраиваться под новые реалии себестоимости. Как раз-таки на волне вот этого ажиотажного спроса, падения рубля, вот этих скачков. Производители, поставщики, точнее, они все время хотят поднять цены на продукцию, на сырье. Как у вас вот эта система отработана? Очень плотные диалоги в отделов снабжения с поставщиками. Это первое. Второе – у нас по ряду продуктов действует тендерная система. То есть еженедельно проводятся тендеры, и среди поставщиков выигрывает тот, кто предлагает наименьшую цену на сырье, которое к нам поставляется. То есть мы активно работаем с поставщиками для того, чтобы цены не повышать. Но если брать реалии последних полутора лет, то я думаю, что на 50-60% поднялись цены на именно сырьевую составляющую. А вы как-то поднимаете цены? Как часто? Мы поднимаем цены только в тот момент, когда мы понимаем, что дальше терпеть, либо уже вариантов других нет. То есть когда есть какие-то варианты перестроить ассортиментную матрицу, либо варианты, мы понимаем, что это ажиотажное повышение, мы терпим до последнего. Либо когда у нас наши спекультивные закупки, когда мы большой объем закупаем с пониженной ценой, когда все варианты не срабатывают, мы вынуждены поднимать цены. Я помню, был случай, когда все производители уже начали уходить из Российской Федерации в 2022 году, а Лама добровольно как раз сдерживала цены. Почему приняли такое решение? Потому что это наша ответственность перед покупателями. То есть у нас большое количество томичей покупает продукты. Если мы будем идти на поводу рынка и постоянно повышать цены, то мы не будем выполнять ту социальную нагрузку, которая есть перед нами. Поэтому мы приняли осознанную политику сдерживания цен. Многие продукты мы просто не принимали на повышение, если брать, ну как розничную сеть. Мы отказывали поставщикам. И порой мы шли на то, что у нас будет меньше ассортимент. Может быть человек не встретит каких-то привычных товаров, но это лучше, чем он будет покупать эти товары по необоснованно завышенным ценам. Компания Лама славится как раз высоким качеством и соблюдением санитарных норм. Как раз о них я сейчас хочу поговорить. Вот гигиена пищевого производства. Что она в себя включает? Ну первое, тот человек, который идет к нам работать, он обязан пройти и получить медицинскую книжку. Это такое базовое требование. То есть человек должен быть обучен стандартам гигиены. И он должен быть проверен на отсутствие заболеваний, которые несовместимы с пищевой промышленностью. Дальше у нас есть четкие стандарты производства, которые прописаны в санпенах или в наших внутренних стандартах. Это внешний вид сотрудника, отсутствие колец, сережек, в общем, того, что может попасть в продукцию. Плюс это санитарная одежда, плюс регулярная обработка пищевых, ну, в помещении, где производится пищевая продукция, плюс внутренние стандарты по качеству продукции и процессу производства, и контроль постоянной стороны руководителей. Вот это все составляет подход к гигиене. Каким бы ни было идеальным производством пищевое, найдется человек, которому что-то не понравится, и он напишет негативный отзыв куда-нибудь, сейчас дубльгиз. Как вы отрабатываете вот эти моменты? На самом деле это одно из негативных сторон работы в пищевой промышленности, потому что человек, покушав вкусный продукт, он вряд ли напишет хороший отзыв. Вот так мы устроены, к сожалению. А человек, который чем-то недоволен, он напишет и кому-то еще об этом расскажет. Поэтому у меня одно время, я долго не мог понять, почему у меня такое отношение к этому, когда я читаю какие-то там, или там попадаются негативные отзывы, я как-то на них сильно реагировал, я думал, где же позитивные отзывы. А потом просто понял, что люди особо позитива свой не выражают. Ну, если они могут там какой-то дружеской беседе мне сказать, вот я попробовал вчера какой-нибудь пирожок, он был вкусный. Но это так, чтобы человек прямо написал, это очень большая редкость, на самом деле. Мы каждый отзыв негативный разбираем на производстве. Каждый абсолютно. То есть у нас построена система так, что каждый отзыв регистрируется в системе качества. Каждый отзыв попадает как наряд к разбору. Проходит обязательно разбор данный инцидент. И об этом знают все. То есть у меня настроена почта так, что я получаю все негативные отзывы вообще по всем нашим производствам. То есть если регистрируется какой-то случай, он сразу попадает ко мне на почту. Дальше идет разбор этого инцидента. То есть что конкретно произошло. То есть мы поднимаем партию, которая была произведена, то, что попробовал человек, что ему не понравилось. Разбираемся в причинах, смотрим, что произошло конкретно. Если это оправдано, то мы всегда заглаживаем инцидент перед покупателем. Дарим подарки, извиняемся. Ну и, конечно, берем это на вооружение. А как-то сами эмоционально реагируете на то, что негативно? Это моя большая проблема, что я до сих пор очень сильно плохо реагирую эмоционально на все браки по качеству. Просто не могу до сих пор, да и может быть и нормально, не могу с ним мириться. У меня были моменты, когда один инцидент произошел, и я собрал всех заведующих производств в одном кабинете. Очень эмоционально побеседовал по данному инциденту. Закрыл их в кабинете на час, сказал, что приду через час, и через час мне нужно решение, чтобы этого не было. Пришел через час, мы с ними сели, разобрали уже в более спокойной атмосфере, что нужно сделать дальше, чтобы данный инцидент не возникал. А что насчет будущего? У компании есть какой-то горизонт развития? Конечно, конечно. Мы планируем стать номер один в городах присутствия, то есть Томск, Новосибирск. В Томске мы крупнейшая сеть, в Новосибирске мы планируем развиваться и стать там крупнейшей сетью. По производству, тот горизонт, который я обозначил, то есть я хочу, чтобы наше производство было лучше в России при розничной сети, мне очень интересует доля 35%, то есть мы идем к этой доле очень активно. А что в приоритете все-таки, развитие на региональном рынке пока что или выход уже на федеральную сеть? На данный момент это сосредоточится на рынке Томска и Новосибирска, потому что у нас здесь большой потенциал. И в том числе развиваться, ну сильно открывать новые магазины в Новосибирске. То есть на текущий момент мы видим это приоритетным этапом. Потом, после того, как мы стабилизируем все процессы в Новосибирске, откроем там, может быть, еще магазинов 30-40, я думаю, что, чем черт не шутит, может быть выход в другие регионы. Мы входим, по-моему, в топ-30, что-то 27 или 28 место мы занимаем среди всех ритейлеров России. Ну, туда ходит там Пятерка, Магнит, Ярче, Озон, Вайлдберрис. И вот мы где-то в этом списке 27-е. Очень хочется войти в топ-15, топ-10 сети России. А сколько там всего в списке? Ну, этот список, он топ-50 ритейлеров России, то есть их может быть больше. То есть это все формализованные ритейлеры, которые есть. То есть это не только там магазин, это еще маркетплейс. Вот, наверное, у каждой компании за всю историю есть какие-то достижения и факапы. Вот у вас какие-то впечатляющие провалы были? Может быть, они как-то уроком вам стали? Был у нас один провал. Это когда была идея про широкие поставки продукции на внешние сети. И была одна сеть, сейчас она уже не работает, в сибирском округе. И мы активно поставляли им продукцию. И они сначала нам немножко не платили, потом совсем множко. И вот это вот такой запоминающийся момент. Это, наверное, самый большой факап за всю мою работу, когда там вовремя не сориентировался, не перекрыл отгрузки. И они нам стали должны просто какую-то огромную космическую сумму денег. Ну, конечно, мы ее потом в итоге добились, мы ее получили. Но на тот момент это была просто катастрофа, конечно. То есть это тот опыт, которого не было, который лишнее приобрел, что со всеми нужно, конечно, работать в рамках договоренных отношений. И даже там какие-то личные отношения, они порой могут сыграть только в ряд. Какое крупное достижение можете назвать? Могу сказать за последние 7-8 лет, которые я работаю в рамках пищевого производства, могу сказать достижение, это та команда, которую мы собрали. То есть на текущий момент я считаю, что у нас очень сильная команда, как технологическая, так и вспомогательная команда, то есть я имею в виду офисная. И это, наверное, то достижение, которое я бы отметил. То есть та команда, которая позволяет решать практически любые задачи. Я уверен, что там любая задача, даже стать сетью номер один, ну с точки зрения собственного производства, это все посильно для данной команды. Поэтому я думаю, что на текущий момент, наверное, самое главное достижение, которое получилось. И в завершении нашего интервью, такой короткий в лицепрос, ваше любимое блюдо собственного производства? Чаобата, которое производится в Интерспаре, либо на Котовского. Вы говорили про книги, что вы любите читать, и какая ваша любимая книга? Что посоветуете? Очень много интересных книжек среди художественной литературы, очень много интересных книжек про саморазвитие и бизнес-литературы. Если брать, допустим, бизнес-литературу, мне очень понравилась книжка, это уникальная культура Netflix. Прям запомнилась книжка настолько, что я купил эту книжку, я Жеке Владимировне подарил, и Елене Николаевне Морозовой купил на производство, подарил, и Волса Фикторовичу подарил. То есть, вот эта книжка мне прям дико зашла. Это, наверное, среди таких именно профессиональных. С точки зрения личностного развития, мне очень нравится серия книг Робина Шармы. Там одну сложно выделить, то есть, там, может быть, книг семь, таких популярных, их можно все в запойте читать. Если брать художественную литературу, тут вообще, вот недавно перечитал «Война и мир», например, я понял, что «Война и мир» в том восприятии, когда это было в школьное время, это вот одна книжка, сейчас я перечитал, это вообще абсолютно другое произведение, но какое-то более глубокое, более интересное. И сейчас я прям получил удовольствие от его прочтения. Сколько времени заняло у вас, чтобы прочитать «Война и мир»? Это, наверное, месяц. Вот из-за нее я выбился из графика. Какое жизненное кредо у вас? На скидку приходит три. Первое – это про цели. То есть я очень люблю ставить цели, очень люблю достигать цели и достигнув ставить перед собой новую в этой же плоскости. То есть всегда такое движение вперед. Дальше – это высказывание Черчилля. Я сейчас не могу сказать его дословно, но смысл в том, что не нужно оправдываться, нужно просто идти и делать свою работу. То есть оправдание, почему не сделал что-то, это неприемлемо. Я очень требовательен к себе, очень требовательен к коллегам. Когда коллега, перед ним стоит задача, и человек на встрече мне говорит, «Ну я пытался, я предложил кучу сил, для того, чтобы это сделать, у меня не получилось». Я всегда отвечаю, что у меня куча сил и попытки не интересуют, нужен только результат. Это второй такой жизненный принцип. И третье – это такая проактивная позиция, то есть если что-то я отвергаю, то есть я всегда работаю с предложением. То есть отвергаю, предлагай – это вот, наверное, третий принцип. Любимое место в городе? Северный парк. Вы там гуляете постоянно? Постоянно гуляю вообще. У меня сейчас два ребенка, и я вообще безумно полюбил Северный парк, потому что там очень много есть места, где погулять с ребенком. Продолжите фразу. Если бы у компании появился миллиард, я бы… Спросил у Саввикторовича, что мы будем с ним делать. Последнее. Абрикос или спар? Конечно, спар. Почему? Мне спар больше нравится с точки зрения и магазина, то есть с точки зрения света, оборудования, с точки зрения предложения, которые там существуют, сервиса. То есть лично для меня спар – это все-таки магазин номер один.